Добрый день, уважаемые телезрители. Эфир телеканала России продолжает программу «Первые лица». И сегодня тема нашего разговора – это предстоящий в Ульяновской области кинофестиваль от всей души. В этот раз он будет проходить на территории нашего региона в девятый раз. Предюбилейный фестиваль. Каким он будет? Об этом мы сегодня поговорим с Ольгой Мезиной, министром искусства и культурной политики Ульяновской области, и Лидией Сауровой, директором Ульяновского кинофонда и директором этого кинофестиваля. Добрый день, уважаемые дамы. Здравствуйте. Ольга Николаевна, вы впервые в студии ГТРК «Волга» в новой должности, и поэтому рождается вопрос, какие планы у нового министра и министерства на ближайшее будущее в отношении культурной политики. Еще раз здравствуйте, спасибо, что пригласили. Все основные планы, безусловно, касаются развития инфраструктурной составляющей отрасли, и, конечно, продолжение тех проектов, которые уже действуют на данный момент, и они правда масштабны, они правда глобальны. Среди них и кинофестиваль, который в ближайшее время у нас состоится в нашем регионе, и ряд других проектов, которые уже начаты. Мне хотелось бы еще сказать, что основной темой, которую будем рассматривать в ближайшее время, это и тема коллегии ближайшей, это, конечно, кадры, это подготовка кадров в области культуры, и это тоже большая тема, над которой нам все вместе предстоит работать. Некоторые коллеги высказывают мнение, что в Ульяновске очень много проходит громких событий, и они съедают бюджет, которого потом не хватает, допустим, на какие-нибудь декорации или ремонт учреждений. Это действительно так или нет? На самом деле это два направления работы отрасли, которые оба должны существовать на абсолютно паритетных основаниях. Дело в том, что одно не существует без другого. Нормативное состояние учреждений культуры и то, что происходит в них событийно, это две вещи совершенно одной деятельности наших работников культуры, и мы должны развивать и ту, и другую. Могу сказать, что только в 2016 году на развитие учреждений культуры именно приведение в то состояние, которое должно быть в наших учреждениях, это и ремонт кровли, это и фасадная часть, это и благоустроительные работы, было освоено порядка 218 миллионов. И уже в 2017 году 73 миллиона в рамках народного бюджета будут направлены на ремонтные и реставрационные работы в нашу подведомственную сеть. В рамках проекта «Сельский дом культуры» при поддержке партии «Россия» 26 миллионов рублей из федерального бюджета и 10 миллионов из областного бюджета в 9 муниципальных образований направлены на данный момент для того, чтобы ремонтировать и реконструировать наши центры развития культуры на селе. И это только для того, чтобы в них что-то происходило. Поэтому говорить о том, что важнее, мне кажется, не совсем правильно. Это две линии работы отрасли. Ну и мероприятие – это верхушка айсберга. Все то, что делает культура каждый день, ежедневно, ежечасно. Вот, например, подготовка к этому фестивалю. Я думаю, началась она сразу же по окончании того, что было в прошлом году. Так, Лидия Михайловна? 26-го у нас старт кинофестиваля, 30-го завершается. 4 майских дня. Пять. 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 Что будет в эти дни, что увидят ульяновцы? Добрый день, уважаемые зрители. Прежде всего, хочу сказать, что за эти пять дней произойдет 84 киномероприятия по всей области. Вот оцените, разделите это на пять. Сколько это получается в день? Насыщенность. То есть, да, мы 26-го мая открываемся, мы встречаем всех гостей, будет большая пресс-конференция, и после этого большая церемония открытия. На следующий день буквально все наши актеры, все наши гости разъезжаются по муниципальным образованиям, где уже запланированы встречи, открытие наших новых кинозалов и так далее, и так далее. Поэтому это вот за пять дней вот это вот все будет происходить с утра до позднего вечера. Зрители ждут кинофестиваль. Достаточно сказать, что ни на церемонию открытия, ну на церемонию открытия еще можно билет купить, ни на церемонию закрытия уже билетов нет. Зрители раскупали в этом году просто как никогда, и это очень приятно. Ну, цены более чем доступны, цены от 300 рублей у нас из 84 мероприятий, повторюсь, у нас только три платных с такими вот доступными ценами. Ну, вы понимаете, церемония открытия-закрытия, это самое большое средоточие всех актеров и так далее, и так далее. Тем не менее, здесь будет аншлаг, да? Он уже есть, этот аншлаг, он уже есть. Зрители билеты купили, поэтому проголосовали сами за эти мероприятия. Кто приедет? С кем уже достигнута стопроцентная договоренность? Ну, все, кто должны приехать, со всеми, конечно, уже стопроцентная договоренность. Сегодня говорить о том, что кто-то там не приедет, со всеми все договорено, со всеми все оформлено, всем приобретены билеты. И 26 числа мы одномоментно встречаем в аэропорту более 20 актеров одним самолетом. Называйте фамилии, кто открывает? Ну, во-первых, приезжают у нас народные артисты, Догилева, Татьяна. У нас приезжает народный артист России Сергей Скрипка. Если Догилеву, может быть, не надо представлять, Сергей Скрипка – это руководитель оркестра кинематографии, который записал, он всю жизнь им руководит, он записал музыку более чем к 600 кинофильмам. И он будет играть с ульяновским оркестром? Он будет играть с ульяновским симфоническим оркестром. Это будет большой киноконцерт. Это небывалый просто случай. Вообще, отличительная черта нынешнего кинофестиваля – его некий такой, ну не то что музыкальный уклон, но несколько тем музыкальных на нем просматривается. То есть, во-первых, Скрипка приезжает. Во-вторых, в ДК Губернаторский будет большой вечер мюзиклов, который проведет звезда мюзиклов в Черквиане. Есть такая актриса, прекрасно поет и очень рекомендую. Там вообще билеты 200 рублей стоят. Чисто символически, чтобы электроэнергию окупить и так далее. Это практически бесплатно. Вообще, доступность кинофестиваля, доступность кинофестиваля, все остальное вообще бесплатно по всей области. Александр Олешко, Нона Гришаева. На открытии во втором отделении Александра Олешко с Ноной Гришаевой дают свой тоже киномузыкальный концерт. А на церемонии закрытия, кроме самой церемонии награждения, что является основой, конечно, церемонии закрытия, после этого во втором отделении у нас семейная чета Макарских. Это тоже, если народ на телевизор смотрит, знает, кто такой Антон Макарский. Он на всех каналах, во всех сериалах у нас снимается. Это, что говорить, допустим, о звездах. У нас есть, у нас, если вообще кинофестиваль, что такое кинофестиваль? Да, это кино, прежде всего. И вот вы говорите, подготовка начинается с чего? Что подбирается кинопрограмма. У нас фестиваль кино и телепрограмм для семейного просмотра. И мы весь год выискиваем фильмы выпуска этого года, который будет представляться, чтобы они все отвечали семейной тематике. Чтобы они, как минимум, были с ограничением по возрасту не старше 12+. То есть, это фильм, на который вы пойдете с детьми, и это нормально, это правильно, и вам будет интересно, и детям будет интересно. Сегодня все эти фильмы уже в Ульяновске, авторы дали разрешение. Сегодня некоторые фильмы в Ульяновске, некоторые фильмы авторы из рук не выпускают и везут их с собой. Мы их буквально будем встречать из самолета и выхватывать у них из рук фильм, и быстрее нести его там и так далее, везти туда, куда нужно. Ну, это все не просто, но это все решаемо. Потому что фильмы новые, они боятся пиратских копий. Фильмы, это не блокбастеры, сами понимаете, да, но это фильмы, для которых показ в Ульяновске является премьерой. Они здесь не были. Мы стараемся подбирать такие фильмы, которые ульяновские зрители не видели. Но, тем не менее, тема одна, это семья и детство. Не тема одна, а фильмы для семейного просмотра. А темы разные, конечно. Темы есть и детские, и не совсем детские, но все они доступны и детям, и взрослым. Много иностранного кино в этот раз. Да, в этот раз будет. И индийское, японское. Да, будет у нас представлено, ну, прежде всего, германское кино будет представлено. Его, кстати, представляет наша актриса Ирина Линд с сыном от Валерия Золотухина. Ему 12 лет, он исполняет главную роль и очень успешно ее там исполняет. Очень талантливый мальчик. Сын зовут Иван, и у них будет совместный творческий вечер. У них будет совместный творческий вечер. Приезжает целая группа этого фильма. Приезжает сама режиссера Анна Багмет, Ирина Линд и вот Иван Золотухин. Далее у нас будет представлен новый фильм казахских кинематографистов. И сюда едет народный артист Казахстана. Лауреат госпремии. Лауреат госпремии, да, он тоже будут, они, свой фильм представлять. Ну, вы знаете, что японское кино у нас... Это японская составляющая нашего фестиваля. Да, это откроет, это самое, на церемонии открытия, надеемся. Сам посол Японии в России так счастливо совпало, что он будет в Ульяновске в это время. И он откроет вот показ японских фильмов. Ну, и так далее. И азербайджанское кино у нас будет. Казахское. Да, казахское кино у нас будет. Поэтому ничего случайного не бывает. Мы стараемся, если кто-то следит за кинофестивалем, мы стараемся не повторяться. У нас практически не бывают по два раза одни и те же актеры. И поэтому мы стараемся, чтобы у нас, и страны стараемся, чтобы не очень повторялись, чтобы представить все многообразие мировой кинематографии по возможности вот в рамках нашего кинофестиваля. То есть деловая часть этого кинофестиваля будет заседание специальной кинокомиссии. Что это и зачем это? И почему это в Ульяновске? Лидия Михайловна уже начала говорить о том, что у нас фестиваль продолжает быть международным. И широта его действительно год от года увеличивается. Кроме этого у нас будут принимать участие все муниципальные образования. Они будут охвачены показом кинолент и все группы нашего населения в фестивальную и социальную направленность. Поэтому семейный просмотр – это для нас очень важно. Кроме этого, наверное, то, о чем вы говорили, что будет и деловая часть, кроме культурной составляющей. Это заседание первой кинокомиссии с участием представителей агентства стратегических инициатив и агентства продюсеров кино и телевидения. В настоящее время мы готовим закон данной кинокомиссии для того, чтобы у нас в городе, в регионе снималось настоящее кино, сериалы, полный метр. И в этом году уже к съемкам первых кинолент ряд компаний заявились для участия в съемках. То есть Ульяновская область будет площадкой для кино? Да, безусловно. И причем кино всероссийского уровня? Да, конечно. Кто уже хочет приехать и что? Какие темы хотя бы снимать, Ольга Николаевна? Чуть-чуть завесу тайн. На самом деле темы разнообразны и, наверное, мы не будем забегать вперед, потому что это будет представлено, повторяю, в рамках деловой части кинофестиваля. Но это три киноленты. Это сериальный продюсер, который приезжает сюда для того, чтобы снимать фильмы. Для начала это сериалы. Спасибо. Лидия Михайловна, зачем Татьяна Догилева поедет в Ундоры? На Минеральные воды? В том числе у нее в Ундорах сразу две творческие встречи. Во-первых, днем, это будет суббота, днем она открывает у нас цифровой кинозал в селе Ундоры. Это еще одна тема, которую я просто не могу не сказать, потому что в прошлом году, в год российского кино, состоялся конкурс фонда кино федерального на оснащение кинозалов, цифровых кинозалов в малых городах и селах Российской Федерации. И каждый из победителей получил 5 миллионов живых денег на свой счет для кинооборудования, для монтажа, для кинокресел и так далее. И хочу сказать, что мы вообще по поручению губернатора нашего такую масштабную заявочную кампанию организовали, что мы получили 16 победителей. Вот вы только оцените, у нас 21 сельский район и у нас 16 районов будут оснащены цифровым кинопоказом. Для сравнения приведу вам пример, допустим, в Пермской области, у которой 40 сельских районов, у них 4 победителя. В Адмуртии, у которых 25 сельских районов, у них 1 победитель, а у нас 16. Что называется, почувствуйте разницу. И вот давайте посмотрим, как идет подготовка цифрового кинотеатра «Вундрух». У нас материал на эту тему есть. Прекрасно. С громким треском и без сожаления расстаются со старыми плинтусами, полом, мебелью. В Ундоровском доме культуры готовят новый кинозал. Работник местной администрации Денис Калистратов поясняет, самое главное – оборудование уже на месте. 1, 2, 3, трехполосная системы, сабвуфер, достаточно мощный, номинальная пиковая мощность, где-то около 8 кВт. Сердце кинозала, кинопроектор – самое дорогое из удовольствий. Экран размером 3,5 на 8 метров также протестирован. 3D-изображение в порядке. Такой подарок «Ундоры» получили после участия в конкурсе Федерального фонда экономической и социальной поддержки отечественной кинематографии. Мы начинали этот проект еще в марте 2016 года и успешно подали заявку в декабре 2017 года. Получили грант уже в конце года и вот сейчас успешно осваиваем полученные средства. Это 4,998,000 рублей. Это сумма гранта. Худрук Дома культуры Людмила Орехова развешивает афиши приближающегося кинофестиваля от всей души. Он пройдет в регионе с 26 по 30 мая. Открытие зала будет сопровождаться театрализованным представлением, музыкальными номерами, играми для детей. Намечено событие на 27 число. Кинотеатра в Ундорах, кстати, долгие годы не было вообще. У нас в Доме культуры и так 15 коллективов. Ну а вот когда еще есть кинозал, рады. Так, рады. Ну универсальный Дом культуры будет. В общем, спасибо. Спасибо вообще вот этой программе. Спасибо кинофестивалю. Спасибо и Сергею Ивановичу Морозову. Ну молодцы. Ну молодцы. По результатам конкурса фонда «Кино» в 2016 году в Ульяновской области уже работают 10 цифровых кинозалов. В рамках кинофестиваля планируется открыть еще 6. Таким образом, в бюджет региона привлечено 80 миллионов рублей. Этот результат лучший в ПФО и третий по России. Ну а первым фильмом, который увидят жители Ундор, станет картина конкурсной программы «Хороший мальчик». Здесь же планируется встреча с Татьяной Догилевой. Ксения Грищенко, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск. Лидия Михайловна, пожалуйста, продолжайте. Ольга Николаевна, подхватывайте. Сколько где таких кинотеатров уже открыто у нас? Я знаю барыш. Вот 16 у нас кинозалов-победителей. 10 из них, там было 3 этапа, и они в 3 этапа деньги получали. 10 из них уже работают открыты. Ну, можно перечислять и Барыши, и Кузоватова, и Инза, и Вишкайма. Ну, 10 работают. Они работают, люди там есть. Они уже работают, люди там есть. 10 работают. Они показывают, что такое цифровой кинозал. Это возможность смотреть кино в один день со всей страной. Понимаете? Вот в синемопарке сегодня фильм идет, точно такой же фильм идет в Барыше, в Инзе и так далее, там, где есть цифровой кинозал. Вот в чем преимущество. Супер, это самое, 3D-очки, все технические возможности, которые сегодня есть в кинематографии, они сегодня у них есть. У этих победителей. Федеральный грант хорошо, но нужно же поддерживать все в рабочем состоянии, то, что сейчас мы получили. Вы абсолютно правы, как раз в исполнении поручений губернатора Сергея Ивановича Морозова, каждое оборудование, каждый кинозал должен претерпеть ремонтные работы. И то, о чем говорила Радия Михайловна, 10 кинозалов, которые функционируют в настоящий момент, в них уже произошли ремонты. В те кинозалы, в которые в настоящее время поступает оборудование, производится монтаж оборудования и, конечно, приводится в состояние общий антураж здания. То есть для того, чтобы оборудование находилось в условиях, которые способствуют безопасной работе и пребывание горожан, цельчан было абсолютно комфортным для просмотра фильмов. Практически сейчас Сергею Ивановичу поставлена задача развития кинематографии как приоритетный проект. То есть я думаю, что оставшиеся районные центры, которые не победили в этом конкурсе, мы уже будем региональными усилиями открывать все-таки там цифровые кинозалы, потому что это ни с чем несравнимое достижение. Во-первых, что говорить, они уже заработали несколько миллионов, эти кинозалы, в общей сложности. Там и цены более чем доступные, и все там более... Они ведь и кадры дополнительные не привлекали. Они научили те кадры, которые у них там в этих районных домах культуры работают. То есть затрат минимально, и эти 5 миллионов федеральных они максимально используют, и начали деньги зарабатывать. И это отделы культуры почувствовали. Конечно, внебюджетка, это для них тоже развитие местных учреждений культуры. Потому что кинотеатр, он не частная организация, он в составе отдела культуры района. Конец мая, это еще и дни памяти Валентины Леонтьевой. Волей судьбы получилось так, что она оказалась в Ульяновской области. И вот что в этот раз будет посвящено у нас во время кинофестиваля ее памяти? Вообще Валентина Михайловна скончалась 20 мая. Будет ровно 10 лет, как ее не стало. И вот ровно 10 лет мы эту тему стараемся развивать. Сергей Иванович в свое время, после ее кончины, была создана комиссия по увековечению ее памяти. Мы решали, что и как сделать. Тогда было решено театр кукол назвать ее именем. Тогда было решено воздвигнуть ей памятник напротив театра кукол. Тогда же принято было решение сделать авторское надгробие на ее могиле. И все это было сделано, и все это было профинансировано, как положено. Сергей Иванович за этим лично следил. Ну а фестиваль, который стал носить ее имя, мы ежегодно старались всегда пригласить персону, которая так или иначе связана с ее именем. Понимаете? Потому что у нас ведь как бывает, чем дальше от смерти, тем больше близких друзей, да? Но, как правило, те люди, которые с ней работали, они многие уже ушли. Вот у нас на первом фестивале, допустим, Лев Дуров был, который ездил на могилу к ней. Ну, мы всегда стараемся от фестиваля возложить корзину цветов на ее могилу. Обязательно туда едет делегация из актеров, да? Его самого уже нет. Римма Маркова, есть прямо фотография такая, она корзину цветов ставит на ее могиле, тоже уже нет. Ну и так далее, мы ищем. У нас неоднократно бывал здесь Владимир Акопов, это режиссер передачи от всей души, многолетний. У нас здесь был в связи с этим Аркадий Инин, которому принадлежит идея вообще этой передачи. Он был автором сценария многих передач и так далее. У нас здесь была Лариса Вербицкая, которая была одной из ее лучших учениц в смысле дикторства и так далее. У нас был Леонид Якубович специально для вечера памяти Леонтьева, потому что он делал фильм ее памяти документальный, с ним он сюда и приезжал. Тогда еще была жива Людмила Михайловна Леонтьева, старшая ее сестра. И он вот как раз тогда спустился со сцены к ней в зал, вручил ей букет цветов и сказал, что я хочу поклониться региону, я хочу поклониться земле, которая вот придумала, так чтит память человека, который здесь скончался и здесь похоронен. Потому что, говорит, если бы в каждом регионе делали нечто подобное людям, которые там жили или родились, у нас было бы меньше Иванов, не помнящих родства. То есть, вот это уже оценка вот со стороны. Поэтому у нас был Денис Матросов, который 16-летним мальчишкой с ней снимался в передаче. То есть, в этом плане мы ежегодно работаем. Но у нас сейчас театр Кукол, который носит ее имя, уже столько материала мы наработали. Они в этом году свой вечер посвящают ее памяти, там, соединяя это с Карамзиным, с темой сказок и так далее, и так далее. То есть, вообще, второй день кинофестиваля традиционно у нас посвящается ее памяти. Проходит вечер памяти, мы едем в Новоселки, мы возлагаем цветы к памятнику здесь, у театра, и так далее, и так далее. Все, что можно в этом плане делать, мы делаем. То, о чем говорит Лидия Михайловна, это история фестиваля, это история в лицах, те, кто у нас были, те, кто так или иначе связаны с творчеством. Лидия Михайловна, те, кто работали, ее ученики, поклонники. Есть ряд, действительно, событий, которые связаны с ее именем в рамках фестиваля. Это и возложение цветов, это и посадка деревьев. Но мне хотелось бы сказать, наверное, главное, что то, что имя фестиваля, то, что фестиваль, то, что имя Лидии Михайловны Леонтьевой, вот это самое главное, то, что посвящено ей. А все остальное внутри этого, и что бы ни происходило в рамках первого фестиваля, пятого или предюбилейного, или следующего юбилейного, это так или иначе бы и посвящено ее имени. Ольга Николаевна, запоздалым зрителям куда же все-таки сейчас бежать? И есть ли еще где-то билеты для того, чтобы попасть на какие-то творческие вечера? Ну, на самом деле, вот как раз билетами у нас занимается Радимихаевна. А прямой трансляции скажите. Наверное, не совсем по адресу, но должна сказать, что у нас, во-первых, есть льготные показы, и они будут, это льготные показы. И у нас в рамках, вот вы сегодня спрашивали, что будет нового, кроме заседания кинокомиссии, первого заседания кинокомиссии, будет два мероприятия открытых, которые будут проходить на центральных площадках нашего города. Это площадь Ленина, это площадь столетия Ленина, где будут установлены экраны, где будут проходить открытые кинопоказы. То есть, для тех, кто вдруг не поторопился или куда-то не попал, там можно будет посмотреть фильмы в открытом пространстве. И, что называется, сообразно с природой и с искусством. Жюри фестиваля, и будут ли потом прокатываться эти ленты в Ульяновской области? Жюри кинофестиваля, опять же, в соответствии с пожеланиями нашего оргкомитета, в прошлом году мы, когда по итогам кинофестиваля собирались, мы решили, что у нас прекрасное жюри, которое отработало столько лет, но мы решили все-таки двигаться в сторону большего кинопрофессионализма. И в этом году у нас в составе жюри от прежнего, у нас представитель жюри Елена Анатольевна Морозова, вы знаете, и в составе жюри у нас осталось только Кларина Ивановна Шадько, я имею в виду из местных, наша золотая масочница, да, и Андрей Козлов, заслуженный артист России, артист театра «Кукол» имени Леонтьевой. Остальные у нас все киноведы, профессоры ВГИКа, актеры и так далее, вот те, которые приезжают, они будут жюрить наш кинофестиваль, они фильм уже смотрят, они уже работают, мы с ними на связи и так далее. Еще одна особенность нынешнего заседания жюри, вот у нас после, сразу после нашего фестиваля, фестиваль 30-го закрывается, а 31-го стартует форум счастливых семей ПФО, и приедут сюда из 14 регионов самые лучшие, самые счастливые семьи, и было такое пожелание, что предоставить им возможность поучаствовать в заседании жюри, чтобы сказать какое-то свое мнение, чтобы посмотреть какие-то фильмы, чтобы оценить, чтобы, может быть, этот опыт куда-то там привнести к себе и так далее. Мы на это с удовольствием согласились, и эти люди тоже будут, 14 пар у нас будут присутствовать на нашем заседании жюри. Хотя, в общем-то, это мероприятие закрытое, это не для пресса, что называется. Работы очень серьезные, вы уже говорили, и есть претенденты, наверное, уже на первое место. Конечно, у каждого уже свои какие-то есть приоритеты, фильмы, рабочая группа, дирекция кинофестиваля, конечно, фильмы видела, члены жюри основные фильмы тоже, конечно, уже видели. Наверняка у каждого есть свое мнение, но это будет все высказано в ходе заседания жюри. Не будем разрушать интригу, все-таки это серьезно, это не обнародуется. Мало ли что мне нравится. Я, во-первых, не член жюри, я в этом смысле организатор, а члены жюри могут высказаться по всему. У нас, знаете, даже бывало на некоторых фестивалях, у нас, допустим, неожиданно менялось мнение жюри в сторону другой актрисы. И мне, как директору, мне приходилось вызывать эту актрису дополнительно, именно на церемонию закрытия, именно для получения приза, и такое бывало. Поэтому мнение жюри – это вещь непредсказуемая, не будем на эту тему гадать. То есть, фестиваль, как любой другой, не лишен сюрпризов и казусов. Это нормально. Фестиваль – это живой организм, который движется и развивается сообразно тем процессом, который происходит внутри в течение этих очень динамичных пяти дней, которые фестиваль стартует и завершается на территории региона нашего. – Спасибо вам за сегодняшнюю беседу о предстоящем кинофестивале. У меня один заключительный вопрос. Мы в начале программы говорили о масштабных событиях, которые происходят в Ульяновской области. Так вот, сегодня еще одно такое состоится – Ночь музеев. Что нас ждет, ульяновцев, куда можно пойти, что посмотреть? – Ночь музеев также достаточно масштабна, как и фестиваль, о котором мы говорили. Только что 20 мая в 18 часов стартует Ночь музея в каждом музее Ульяновской области. Это и в городе, и в районных центрах, и в поселках, где работают музеи. Начинается Ночь музеев. Каждый работает музей по своей индивидуальной, интересной очень программе. Должна сказать, что в этом году у нас в мемориальном центре программа посвящена 95-летию пневморской организации. И это очень интересная будет программа, причем она идет у нас в рамках и музейной такой направленности, и в рамках тех юбилейных дат, которые у нас в этом году будут. Это и столетия революции в том числе. Должна сказать, что совершенно интересную экспозицию и программу готовит наш музей имени Ленина. То есть это тоже, я сегодня у них побывала, и совершенно потрясающие экспозиции они готовят нашим посетителям в Ночь музеев. И краеведческие музеи, и все филиалы готовятся, чтобы встретить наших горожан и гостей новыми экспозициями, причем интерактивными экспозициями, когда может каждый горожанин поучаствовать в чем-то, в какой-то игре, в викторине. И, допустим, примерить на себя костюм какой-то и театральный, или в ряде других тех предложений, которые наши музейщики активно будут предлагать нашим горожанам. И должна сказать, что и художественное музей не осталось в стороне. У них будет, кроме экспозиций художественной направленности, ряд интересных концертов. Поэтому наши горожане, которые посетят музей, еще смогут насладиться и великолепной музыкой. Более подробную информацию мы разместили на сайте Министерства искусства и культурной политики, где можно посмотреть в разрезе каждого музея и программы с указанием начала, окончания и более содержательного смысла каждого мероприятия. Спасибо вам большое за сегодняшнее интервью, Лидия Михайловна, Ольга Николаевна. Это была программа «Первые лица». И сегодня мы говорили о предстоящем кинофестивале «От всей души» имени Валентины Леонтьевой. До свидания.